Привет, друзья, с вами Маркович, и мы продолжаем играть в игру под названием Фарм Менеджер. Друзья, у нас сезон в самом разгаре. Лето подходит к концу, а это значит, что время собирать урожай. Ну, на самом деле, мы уже практически везде его и собрали. Собрали поле пшеницы, соответственно, немножечко поднакопилось опять, и готово поле ржи. Рожь мы с вами выращивали, я напомню, для того, чтобы делать из неё муку. Я тут, на самом деле, в настройках даже отключил пшеничную муку, чтобы у нас пшеница шла чисто, знаете, на корм. Хотя они, как бы, и рожь, конечно, тоже немножечко, так скажем, разбавляют, да, всё это дело. Но, тем не менее, мы будем муку делать только из ржи, соответственно. Я даже уже пробовал покупать её, 5 тонн закупил, она там дешёвая совсем, на самом деле. То есть, там буквально на тысячу, по-моему, или на две, около двух тысяч, по-моему, вышло. Я купил 5 тонн, соответственно, и потом муки наделал, очень много и продал, поэтому мы как бы в плюсе. Собрал грушевый сад, собственно, с грушевого сада все собрал плоды. На самом деле, это, чёрт его дери, так прибыльно оказывается. 80 тысяч из этого сада, здесь садика небольшого получил 80 с лишним тысяч, представляете? С яблок тоже, там, в районе 20, ну, короче, я не знаю, я, наверное, сейчас буду от яблок избавляться. Или, знаете, я сейчас сделаю здесь тоже грушевый сад, тут грушевый сад сделаю, везде сделаю грушевый сад. Ну, ладно, мы, опять же, торопиться с вами не будем, потому что мы знаем, мы уже научены горьким опытом, можно сказать, да, что здесь бывают неожиданно какие-то задачи, которые нужно вот так вот прям внезапно делать, и тогда непонятно, что получается. Давайте клубничку тоже собираем, ну, естественно, клубнику мы по КД собираем, как обычно, она нам прибыль постоянную такую более-менее приносит. Животное готово к котелу, отлично, давайте. Потихоньку мы с вами этап завершаем, у нас нужно, я помню, 30 коров вырастить, уже больше половины, в принципе, у нас выращено, то есть, наверное, штук 17, может быть, 18, не знаю, вот, и потихоньку идем к завершающему этапу. И вроде как это было последнее задание в четвертом этапе, насколько я помню, поэтому мы будем с вами переходить на пятый. Ну, а пока мы с вами, в общем-то, продолжим собирать все необходимое, да, собственно, все, что поспело у нас здесь, вот, и получать за это денежки. Как вы видите, 674 тысячи у нас на счету, это вот буквально за сезон, не знаю, накапало, просто вот деньги сейчас льются уже практически, знаете, рекой, так что у нас на нашей с вами ферме все просто прекрасно, даже не то чтобы хорошо, а именно прекрасно и замечательно. Траву тоже один раз собрал, думаю, ладно, пока хватит, у нас, в принципе, там еще 3 тонны травы внутри здесь есть, силосы, как всегда, целая куча, поэтому все отлично. Так что, в принципе, у нас сейчас основная задачка, это следить за размножением коров наших, да, и собрать, конечно же, рожь, чтобы делать из нее муку потом давайте так назначим. Ну, тут, да, второго тракториста у нас нет, поэтому мы просто какого-нибудь вот такого человечка сюда на вторую машинку, собственно, добавляем и пускай собирают. Кстати, да, я купил второй трактор, потому что, ну, типа, знаете, когда ремонтируется один, чтобы у нас всегда был, так скажем, запасной вариант. Ну, в основном они сейчас новым, конечно, этим мощным трактором пользуются, это самый лучший трактор, который нам сейчас доступен с вами, вот, я его купил. Ну, он там тоже не так уж прям очень сильно дорого стоил, особенно, когда столько денег у тебя в кармане есть-то, ну, вернее, на счете, да, поэтому, в принципе, подумал, почему бы и не купить. Стоит до сих пор эта корморезка или как там она называется, не знаю, на кой хрен она нам с вами нужна, пока не знаю, пока боюсь продавать, потому что потом опять скажут покупать, это опять лишний затрат, и ладно, есть пока место, стоит и стоит, и хрен с ним, да, в общем-то, не особо-то мешает. Вот, сейчас мы с вами займемся, давайте время-то ускорим немножко, займемся сбором урожая, урожая ржи, именно, вот, соберем, и у нас начнется, собственно, опять производство. Я просто, знаете, подумал, что, ну, чтобы оно так не стопорилось, вот как сейчас, буду периодически закупать, если что, рожь, то есть, как бы, оно реально очень дешевое, оно очень дешевое, поэтому вообще никаких практически затрат это нам не приносит, но муку, естественно, мы с вами делаем и продаем, и там все-таки какой-то плюс получается. Ну, а когда у нас есть и собственный урожай, так это вообще прям здорово, я так думаю, сейчас мы, ну, наверное, думаю, что тонн 10 точно должны собрать ржи, мы, собственно, если с этого поля получается у нас 10 тонн, ну, чуть, может быть, меньше пшеницы, вот, и, соответственно, тут-то поле насует как побольше чуть-чуть, может, побольше, да, сколько здесь, 0192, а здесь, ну, да, не намного, но побольше чуть-чуть, поэтому, я думаю, этот урожай должен быть тоже неплохой, в принципе, причем, что мы собираем все это техникой необходимой, да, для этого, я думаю, что все должно быть просто офигенно. Сейчас посмотрим, сколько оно загрузит, как раз-таки у нас тут счетчик выставил рожь, пока 0, и сейчас будем видеть, сколько у нас-то получилось вот-таки с этого поля. 9 тонн, а, слушайте, ну, да, меньше получается, ну, значит, просто сама по себе культура такая плодоносит немножечко меньше. Единственное, что, конечно, они, вот, видите, рожь берут и сюда, как бы, складывают, да, сейчас производство у нас опять пошло, как только рожь появилась на складе, но они еще рожь также разносят и нашим коровкам, потому что это у них в разрешенных продуктах тоже имеется. Я уж тут не стал, думаю, менять, ладно, пускай автоматически подбираю этому корм, чтобы прям здесь всегда все хорошо у них было, да, и не плодились быстрее. Быстрее, кстати, говорят, еще две коровки плюс, я их обычно продаю до 10, 4 местечка у нас остается, тут тоже можно продать, и с этого мы, как бы, тоже деньги-то получаем, на самом деле. Мы продать 7 коров, ой, у нас такое задание даже было отлично, 5500 получили дополнительно. Мелочи приятны, как говорится, мелочи о приятности, уже 728, только что было 670, что ли, да уже 728 денег, офигеть. Ну, я говорю, сейчас уже все у нас, практически только сейчас задача с вами состоит в том, чтобы вовремя собирать все, следить за всем и так далее, плевать. Так, по поводу поливать, кстати говоря, давайте проверим поля, ну, вроде бы все нормально, здесь у нас было. Тут качество почвы, конечно, уже пришло почти в негодность из-за чертовых сорняков, но тут видите, в чем проблема, когда уже урожай, собственно, идет, да, то никак не полить ничем, никаким средством, поэтому вот такая вот хрень. Ну и ладно, в принципе, у нас уже сезон как раз-таки к концу подходит, пока что практически уже середина осени, вот, поэтому скоро медоносить все равно пчелы нам перестанут, так что немного-то мы, в общем-то, сами потеряли. Так, собрано, клубника, клубника собирает, хорошо. Я, знаете, вот все реально раздумываю, может быть, купить еще побольше людей, ну, вернее, нанять, не купить, господи, купить людей, странно так звучит. Нанять побольше людей, чтобы, знаете, ну, там, какие-нибудь зашкварочки бывают, когда здесь прям все вот... Ну, это, в основном, конечно, только в сезон бывает, мы сейчас, в принципе, все с вами собрали, да, и, в общем-то, они теперь будут справляться, поэтому, наверное, все-таки и не стоит. Сейчас мы с вами займемся чем? Мы сейчас должны с вами здесь убрать поля, да, убрать поля, у нас есть специально для этого машина, у нас два поля, сейчас тут сено насобираем с них тоже, и будет, у нас кладется еще куча сена, это, опять же, коровам еда, и, собственно, и в силу спеределываться будет, и все на свете, поэтому вот так. Молока у нас собирается теперь тоже целая куча, ну, представляете, три средних коровника, у нас, считаете, всегда 30 коров есть, то есть, там, по десятке мы держим, даже бывает побольше, там, по 4 тонны, я видел, накапливаться до покупки и так далее, ну, короче, денег тоже нормально приносит, в принципе. Хотя, конечно, походу, самое прибыльное все-таки, что у нас сейчас было, это реально груши, ну, то есть, как бы, они понятно, что один раз в год всего лишь приносят эти деньги, но, тем не менее, это такой, знаете, нехилый бонус 80 тысяч-то получить просто так, поэтому я, конечно, не знаю, там, как соки, не соки, нужно ли нам будет их сделать, скорее всего, нужно будет, и здесь, конечно, рассчитана эта компания на прям на все-все-все, что здесь есть в этой игре, в принципе, так, здесь у нас готово, давайте сразу к следующему полю перейдем, поэтому, пока, опять же, торопиться сильно не хочу, так, здесь вызываем тоже, давайте, окей, все, плюс коровки, нам немножко остается буквально уже по индикатору, в принципе, видно, сейчас еще пару раз, наверное, отелятся, скажем так, да, и, возможно, и закончим, но я очень надеюсь, я хочу сейчас закончить этот уже этап и перейти к следующему, посмотреть, что нам там скажут, может быть, скажут реально расширить особняк, Ну, теперь, знаете, с таким количеством денег мне уже, в принципе, ничего не страшно, можно ее особняк расширить за 400 тысяч, останется у нас там еще 300 с пригоршнем, да, так что все просто шикарно, как нельзя лучше, мне кажется, отлично Так, что у нас здесь все готово, давайте собирать тогда, ну, животные разошлись-то, слушайте, коровки прямо это самое, перевозбудились у нас, да, что-то, ну, правильно, правильно, давайте, давайте, нам нужно, они тоже чувствуют, что мы хотим завершить этап уже просто вот-вот-вот-вот, и помогают нам, умнички, молодцы Так, давайте, пока займемся дальше, сборим тюков на машинах, естественно, давай, опа, сначала это поле, потом это поле, в принципе, тут быстренько соберется, я думаю, и все будет нормально Но, честно говоря, да, я думал, что урожая из этого поля будет побольше, что-то совсем маленький, и расходуется он довольно-таки быстро, ну, потому что, опять же, коровы у нас кушают, и там кушают, и сям кушают, и сям кушают, и сям потребляется, да Но при этом мука, она все равно тоже делается, кстати говоря, так, а муку они, скорее всего, сюда относят, да, я думаю, да-да-да, вот у нас 612 килограмм муки, есть ржаной, еще вот эти 0,75, которые никак за раз не продаются, потому что, типа, видимо, меньше килограмм не продается Но это ладно, так, все, собрал, видимо, собрал, да? Да-да-да, 3 тонны, давай еще с этого поля теперь тоже собери На замечательном новом тракторе, который тоже потихонечку портится, начинает, но ничего, у нас есть запасной вариант, поэтому, даже если мы будем чинить один, у нас всегда есть второй, в принципе, мы можем себе позволить такое Так, а сколько этот трактор стоит, я что-то хочу посмотреть, напомнить чисто себе, просто, просто напомнить А, ну, 54 тысячи, слушайте, тогда меньше 100 тысяч даже, господи, это вообще, че, раз и плюнуть, как говорится, да, все Отлично, ну, сезон тоже, я скажу, был продуктивный весьма вот этот вот у нас, потому что, ну, в основном, конечно, за счет груш, опять же Вот, я бы, честно говоря, меня руки так и чешут, что теперь, знаете, вот здесь грушевый сад сделать, здесь грушевый сад сделать, но, опять же, не буду торопиться Животные готовы наши, давайте, давайте, животные, поднажмите, поднажмите, все правильно делаете Так, лишних продаем, давайте Здесь тоже лишних продаем, видите, тоже денежки получаются, то есть мы даже, когда разводим коров, мы получаемся с вами в плюсе То есть мы заказываем человека специального за 1800, по-моему, около 2000, да А потом, считайте, мы продаем 2 по 2000, это 4 тысячи, ну, то есть, короче, тоже какие-никакие на денежки у нас плюс выручается с этого дела Это прям здорово, мне очень нравится, ну, да ладно Так, вот, я так понимаю, совсем уже все загнулось, да, погибло, к сожалению, ну, ладно, ничего страшного Тем более уже 8 градусов, мне кажется, пчелы ничего, да, не производят уже все Закончился наш медоносный сезон, к сожалению, но ничего, у нас тут, в принципе, сейчас и другой прибыли будет хватать Ого-го, как, кстати, у нас, опять-таки, никакие курсы сейчас не проходятся, ничего не изучается Давайте посмотрим, что можно назначить В принципе, мы уже с вами очень много всего изучили, очень много всего, и уже настаёт что-то на выбор такое посмотреть Более быстрый расплод склада, вот давайте, давайте, что нет-то, 60 дней нормально, как раз так Знаете, запустили и забыли, пускай потихонечку изучают Эта штука нам всяко пригодится Что-то у нас дома вроде клубники, слушайте, не было, да? Сейчас как все, два дня, девять дней, а, вот пошло Два дня, так, многолетнее растение, много... Два дня Многолетнее растение, сбор урожая, и что-то, по-моему, здесь никто нихера не собирает Опять что-то залагалось, слушайте, но мне это не нравится, нифига Мне это нифига не нравится, видите, да? То есть сюда-то люди пошли, конечно Сейчас я попробую отменить работу им тогда, потому что это какая-то жесть непонятная Что-то там происходит, смотрите, опа Да, и, ну, как бы, походу здесь никто ничего не собирает Да, хочу прекратить Многолетнее растение, сбор урожая Вот я не понимаю, это лак такой, или что? Периодически случается с клубникой какая-то непонятная херня Типа вот так зависает, и все Ну, походу, дело, что лак Походу, дело, что лак Ой, ладно, посмотрим сейчас через время, что там она скажет нам Потому что я не помню, что я почему-то куда-то назначала Как бы она очень долгое время уже так висит Висит, вернее, поэтому, ну, ладно, разберемся Так, давайте-ка еще здесь пока тоже соберем все А здесь по-прежнему ничего не отлагало, да? Вот даже, видите, даже заново ничего не посадить сейчас Жесть какая-то Даже заново, блин, ничего не посадить И считайте, у нас получается, одна теплица в минус идет, да? Одна теплица в минус, ну да Хоть вот реально, получается, нужно разрушать ее Это минус 15 тысяч, считайте, опять заново, если строить, да? Опять заново рабочих сюда гонять Заново все это высаживать Странная хрень, непонятно, что это такое Ну ладно, может быть, потом, когда я уже перезайду, знаете Когда сохранюсь, перезайду, может быть, отлагает, хрен его знает Очень на это надеюсь Не хотелось бы, конечно Ну, так, получается, у нас сейчас функционирует не 80, да? Только 78, поэтому такое Теряем денежки на этом, теряем Ну ладно, будем разбираться Так, тем временем, у нас остается буквально немножечко еще коров вырастить, да? Там вывезти, скажем так И все будет у нас как надо с вами Так, здесь по 10, здесь по 10 везде Все, хорошо Ну и мы, в принципе, с вами можем, наверное, успеть еще траву собрать Я думаю, что у нас 2-3 тонна осталось Да, можно, давайте, да Чего бы нет Давай быстренько скоси Соберем И еще немножечко на зиму спрячем себе там в этот сарай Чтобы и силы сделался Ну и так траву тоже, чтобы коровки питались Чтобы было все у нас нормально, да? Так, здесь у нас солома до хера, наверное, теперь стала Да, 7 тонн соломы Плюс еще, видите, есть вообще прям огонь Прям огонь Так, силы Трава, силы, рожь, пшеница У них еще, видите, какое сейчас разнообразное питание Тут просто вообще жесть Куча всего Куча всего Так, с этими полями мы на этот год уже закончили С этими, видимо, тоже закончили Хорошо, здесь у нас производится Да, да, да Ржи мало остается, 5 тонн всего Слушайте Тут тонна целая есть Ну ладно, пускай пока производится Если что, я повторюсь, мы будем просто с вами закупаться Закупаться и все Она там реально стоит очень-очень-очень-очень-очень мало денег Поэтому, в принципе, нам с такими прибылями с вами сейчас вообще не проблема Что-то купить 800 тысяч уже, смотрите Охренеть Так, давайте-ка На машинах А, нам нужно грабли купить Слушайте, а мы можем купить, в принципе, что нет-то? Мы же, в принципе, можем купить грабли-то? Или нет? Можем за 9 тысяч всего Слушайте Средний размер Мне только вот единственное, что сейчас не очень нравится То, что он будет место занимать Ладно, пока не будем Но, если что, будем иметь в виду, что есть такая возможность Как-то так Давайте пока вручную соберем все Так, без тебя Вот вы все справитесь Надеюсь, блин, опять клубника у нас поспела везде А что с этой грядкой делать? Я вообще без понятия, если честно С теплицей, вернее Ну, смотрите, видите Он залагал и все И не туда, не сюда Не туда, блин И не сюда Ну и ладно Ну и ладно Потом попробую перезапуститься Посмотреть Как она будет себя вообще вести Но животные готовы Давайте, 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 коровушки Старайтесь, старайтесь Так, клубничка собрана Хорошо Ой, здесь еще тоже отлично Слушайте, прям целыми пачками Вы только гляньте на это Так, 10, 10, 10 Здесь все нормально Хорошо Хорошо Ну, опять начался этот сезон клубничный Короче говоря, просто одна за одной Сейчас поспевает И мы, блин, собирать своим толком Даже все не успеваем Ну ничего, нормально, нормально Это считайте Постоянная-постоянная денежка К нам копает В казну нашу, да? Деревенскую Фермерскую, вернее, конечно же Так, здесь потихонечку тоже Все у нас идет Совершенствование постройки 360 тысяч Аааа Нихера себе Скидончик 40 тысяч Вы только зацените Это потому, что я прошел курс На, собственно, уменьшение Цены построек То есть это даже на это влияет Офигеть Я вот не знал Теперь буду знать Слушайте, ни хера себе С ракет так-то экономим Может быть, там еще можно подойти Пройти, вернее, что-нибудь будет Тогда будет вообще совсем дешево Ну-ка, дайте-ка глянем Повышать на максимальную цену Не то О, уменьшает цену строений На 20% Всего лишь за 5500 Камон Конечно, мы это с вами будем все изучать Естественно, мы с вами это все будем изучать Если такие скидки нехеревшие получаются То есть там будет вообще 320 тысяч По идее теперь, да? Или сколько? Я же правильно понимаю Неплохо Так, давайте Мне кажется, уже последние коровки Сейчас должны Расплодиться у нас И все будет нормально Перейдем к следующему этапу Будем смотреть, что там будут от нас Требовать Мне кажется, что-то интересное Я почему-то не знаю Такое ощущение, что реально будет что-то связанное с этим домом Типа с расширением своей Возможно с покупкой новой земли Хотя не факт Хотя не факт Может быть скажут там купить какие-нибудь предприятия еще Допустим Да, вот куда их ставить тогда Но здесь в принципе местечко есть Здесь тоже местечко есть Смирки опять же предприятия нам попросят купить Если такое небольшое В принципе оно сюда поместится А может быть какую-нибудь там громоздкую хрень Хрен его знает Но увидим Увидим Нам сейчас главное дождаться, когда у нас коровочки А нет, видимо еще не все Видимо еще разочек нужно, да Ну ладно, ладно Так, давайте продаем здесь Продаем здесь И продаем здесь Все Вот, пожалуйста, еще 6 коровочек продали 12 тысяч в кармашек положили Неплохо Неплохо Я, короче, не знаю Мне что-то раздражает Эта херня на самом деле Может удалить все пока Минус 15 тысяч Даже больше получается Блин Не, ладно Пока опять же не буду торопиться Лучше не буду торопиться Потом, пока я уже перезайду Сохранюсь Перезагружусь Тогда посмотрим Может быть все нормально будет Надеюсь Но если нет, тогда удалим Что делать Ну, у нас как-то с вами такая уже ерунда Случалась Я прям помню, что то ли даже Две теплицы у нас так лагали То ли одна Ну, что-то такое было Но я тут, по-моему, там просто Пересаживал культуру Там можно было Типа Собственно, паха-то была Активная Культивирование было активное И мы тебя просто брали И заново высаживали Тебя тут прям нужно будет Видимо, заново перестраивать Теплицу Ну, ладно Так скажем Оставим это На совести Наших издержек К производству Как-то так Если можно вообще сказать Каким-то таким образом Но не суть Хорошо Давайте ждем Последнего еще отела Давайте коровочки Коровушки Коровушки Коровочки Постарайтесь, пожалуйста Ради нас Мы прям вас очень ждем Я прям чувствую, что уже Теперь точно последний раз остался И мы с вами наконец-таки Завершим этот этап Продолжительный такой, да Так, что у нас Давайте пока проверим По хранилищам там По силосам По всяким таким Здесь у нас А, я еще, кстати, кучу навозу продал У нас тут опять уже накопилось Тоже, давайте, наверное, продадим еще Чего, куда нам Столько его не надо На хрен У нас, в принципе Там вообще на поля ерунда Тратится какая-то Так, ну давайте Четыре тонны сейчас продам За зиму Тем более еще накопимся Накопимся Накопим навозы, короче Говорят Так, здесь вообще ничего нет Здесь чуть-чуть осталось, да Ну, полторы тонны Тем более Уже хватит Можно было вообще целиком Мне кажется, продать И все было бы нормально Ну, да ладно Не будем, опять же, слишком сильно усердствовать Так, хорошо Ждем Ждем тогда коров Получается, да Смотрим, что там за этап следующий у нас получается Ну и, наверное, скорее всего Придется немножко потратиться Но, как бы, не беда У нас сейчас денег, сами видите Сколько? 864 тысячи Давайте-ка мы немножко с вами, наверное Пока прогуляемся Знаете, по ферме вот так вот Посмотрим, что там творится Вот, жаль, знаете, что внутри ничего нет Вот так смотришь, здание Там как бы пусто Ну ладно Ничего страшного Зато и коровки хотя бы здесь снаружи тусуются И вроде бы даже питаются травкой Ну, здесь у нас, понятное дело С вами коровники На самом деле, выглядит весьма Весьма забавно Мне кажется, если вот так вот смотреть Да, с этого ракурса, скажем так То действительно выглядит, как будто бы ферма Ты такой зашел на ферму, да Здесь, собственно, хранилище навоза Тут коровники Там какие-то сады из деревьев Там какие-то здания Производственные здания Непонятные, да Склады какие-то Башни эти стоят Ветряки вон там крутятся Классно выглядит, на самом деле Он там что-то люди носит даже на руках Какие-то коробки с чем-то, да Может быть, с молоком Может быть, еще что-то Здесь такой сад Проходим мимо него Попадаем Вон тут прям теплиц На крышу-то забросило Зачем нас? Эй, ну пусти меня Ты что? Ладно, давайте сквозь деревья проберемся Вот здесь у нас теплицы В которых что-то растет Ну клубника-то мы знаем, что клубника, да Вот здесь какие-то поля Все тоже, смотрите Ой, ничего себе Здесь все прям в цветах такое Смотрите, мы здесь удалили с вами Что у нас здесь было? Поле какое-то было, да? Или что-то Что-то где-то строение стоило Что-то забыл Ну не суть Короче, здесь теперь такое Вот видите, цветочки растут Прикольно Техника всякая разная Смотрите, стоит на стояночках специальных, да? Ну прям реально Ферма-ферма Ферма-ферма получается Наш дом, конечно, такой Не очень, мне кажется Местечки расположены Знаете, такой-то сарай непонятный Какой-то непонятный сарай И тут заходишь Такая-то типа калиточка Ну хотя, с другой стороны Какого черта? Это же просто дом на ферме Поэтому Все так и должно Что-то так у меня Что-то эта самая мучка подлагивает Так и должно быть Тут тоже коровники У нас, смотрите, пасеки, да? Курятник Он какой есть, смотрите Класс Здорово выглядит Люди все работают Копошатся, что-то, да? Что-то делают Поля такие уже, знаете Покоцаны Ну здесь урожай-то собран, понятное дело Здесь немножечко подзавяло Но ничего Ничего Клево Клево Мне нравится Так, ну что, коровки Вы там собираетесь? У нас это самое Плодица-то Тут уже эта самая Экскурсия даже провела людям А вы все никак не хотите Вот, знаете Последний раз, мне кажется Этот самый будет вечно долгий, блин Как обычно Будем ждать вот три часа с вами Но ничего Подождем Подождем Друзья Знаете, что я сделал? Я решил все-таки Короче, сохранился И перезагрузил Собственно, игру Потому что Меня прям очень раздражала эта хрень И вроде как она, видите Отлагала То есть Ой-ё Или нет Подождите Что-то жесть какая-то Нихера она не отлагала Подождите Нет, здесь все нормально везде А здесь она, короче Вроде как Сбросилась только эта херня Появился значок того Что здесь можно собирать что-то Но по факту То есть как бы Тут опять вот Во Все Хотя бы можно теперь переделать будет То есть не нужно будет сносить постройку Все равно лучше, чем было Так, ладно Подождите Где еще? Так, горячиха Это понятно И у нас, кстати говоря Коровки, которые готовы Котел опять появились Это замечательно Давайте, покажите мне Мужик, давай Приезжай, занимайся Мы пока здесь немножко Разберемся с вами Тогда, наверное, с этой клубникой Ну, ладно Хрен-то с ним Бывает, знаете Всякое бывает Непредвиденные ситуации На фермах Это, само собой Нужно иногда потратиться Причем мы, как бы, сейчас, знаете Минимизировали свой растрат То есть нам не придется Заодно прям теплицу отстраивать Нам просто придется Немножечко здесь поработать Давайте кого-нибудь назначим Сюда Так, каких-нибудь таких вот ребят Не особо умеющих в садоводство Да, чтобы, ну, просто, как бы Они работали, работали А дальше уже там разберемся Нужно будет нам с вами купить Опять же 177, да Как мы уже помним с вами Этих Рассады Клубники Вот И все будет нормально Тогда посадим заново Итак, у нас человечек приехал Который занимает Че, 149 клубники всего? Серьезно? Че так мало? Жизнь какая Ну ладно Который занимается коровами? Да ладно Это еще не все Я, блин, был уверен Что это были последние коровы Которые нам с вами нужны А, я же думал Все, нет, черт Не то Какие-то там куриные яйца Куда-то продались Хорошо, ладно Блин, я понадеялся уже Честное слово Ну, корова, елки-палки Ладно, давайте тогда еще раз Еще разочек, пожалуйста И все будет нормально Еще разочек Че тут горит? Значок Это понять не могу Все, уберите, пожалуйста Он здесь больше тебе Явно здесь не нужен Тут все сейчас по-новому У нас будет сажаться теперь Надеюсь, он исчезнет Надеюсь, он исчезнет И все будет нормально тогда Иначе, конечно, какая-то жесть Не хочу сносить Не хочу сносить Не хочу тратить 15, блин, тысяч Потому что залагало просто Ну, камон Мы же понимаем, что с вами это лаги, да? А не просто там что-то на производстве Случилось у нас якобы Ну, хотя можем думать так Чтобы себя успокоить немножко Ладненько У нас по-прежнему идет Вот какой-то там семинар, да? Ага Ну, это чтобы разводились Лучше наши коровы и так далее Ну, вон, видите, уже 4 тонн молока Животные Ну, все Ну, все Ну, это 100% все Это последнее Прямо точно Ну, теперь уже точно Видно Ладно Даю на это 99%, знаете? Даю на это 99%, что это уже последний этап Давайте Давай, мужик Работай Делай свое дело Уезжай И мы приступаем к следующему пятому этапу Пока у нас как раз-таки есть деньги Да? Да-да-да Ура Вырастить 30 коров Есть контакт Отличненько Ну, что ж Смотрим, что там такое дальше Углубление знаний и расширение горизонтов Почему ты еще не купил себе посадочные машины для растений И все еще сажаешь рассаду вручную? Купи сажалку на автобирже и посади красный перец Она очень прибыльна Кто она? Сажалка прибыльная? Красного перца на поле, купи сажалку Ёшка-рала Ну, это нужно сейчас будет сезон ждать, получается Я понял, подо что мы с вами это место освободили Под перец, видимо, да? Рассадок красного перца при помощи сажалки У нас сажалка же есть, камон Купи сажалку Я же покупал специально ее еще Вот она, садовая сажалка Ну, ё-моё Ну, чё, начинается-то опять Вот, знаете, вот такие моменты могли бы быть просчитанными В принципе То есть, если она у тебя уже есть На кой хрен, извините, мне ее сейчас продавать Покупать еще заново Чтобы просто, ну, как бы, засчиталось задание Серьезно, да? Очень странно Ну, ладно, ну, ладно Так, чё у нас здесь? Давайте дальше у нас сейчас пойдет Не-не-не, сейчас опять странных ребят наймем Всяких разных сюда, которые у нас есть Так, давай ты Давай ты и давай Ну, ты давай, да Всё, работайте дальше Придется здесь клубничку посадить Ну, ничего Так, хорошо, давайте разбираться тогда с этой задачкой Мы, в принципе, можем еще успеть С этим полем можем успеть Попытаться То есть, как бы, еще до зимы немножко время есть Мы можем успеть спахать Прокультировать Собственно, все сделать Если, правда, сейчас время немножко уменьшим Чтобы пока болтаю, оно не шло И посадить рассаду Сколько нужно посадить рассаду? Непонятно Так, просто написано посади Всё, да неважно сколько Рассада красного перца Ладно, при помощи сажалки Я так понимаю, нужно это сделать Который у нас, как бы, есть Который, как бы, нужно купить заново нам Хорошо, давайте Продадим Продадим Да Забирай Покупаем И нам нужны садовые сажалки Так Где они только есть? Машина для внесения? Нет, для внесения всякой хрени на грядке Я понял Так, опрыскивать Сажалки, вот Селка точно Ааа, подожди Или нет? Подожди, селка, сажалка А, вот такая есть Она прям большая, да? Получается Да, это маленькая А есть большая Смотрите-ка А, да Это не подходит Блин, вот я ретардиниус-то Ну, ладно Я просто думал сажалкой Сажалка, типа На самом деле, для разных Это именно садовая Чтобы деревья сажать А это, короче, нужно Именно сажалка Для вот таких культур Ссяких разных Там капуст Перц, клубник Там, малину Малина, кстати, тоже ничего Такая ягода Вроде достаточно дорогая На самом деле Ну, ладно Сказали перец Значит, перец и посадим Ладно, да Тогда сорянчики Я что-то сам, видимо Заретардил маленько Ну, бывает Просто помню, что сажалка Точно была Хорошо Давайте покупаем Тут обратно Покупаем ее обратно Так, а у нас Сколько места-то вообще осталось? Подождите У нас места Хоть и сколько-то есть Да, места здесь Еще сейчас будет Нормально Нормально Давайте И покупаем Тогда получается Сажалка Именно, которая просто Не садовая А просто сажалка Сажалка И все Так Силки, сажалки Давайте Нам нужна сажалка Две семьсот Она стоит Похер Вообще Это не деньги для нас Сейчас считаете Так, сюда паркуем ее Угу Есть контакт Так, первый этап Выполнен И давайте будем пробовать Успеть до зимы На самом деле Я очень хочу Успеть до зимы Я же надеюсь Тут такого размера Хватит Чтобы можно было Техникой пользоваться Я надеюсь, что да Так, закупились Давайте Сразу На машинах Фу Можно, да, ура Пошли Пошли, родимые Давайте У вас еще есть буквально Где-то, мне кажется Дней десять Наверное, до зимы Успейте за это время Пожалуйста Сделать все с поля А, сейчас, ладно Уже работа пошла Так Там у нас коровушки Плодятся, молодцы Давайте, плодитесь дальше Мы пока людей Также сюда Давайте Отправим Собирать клубничку Так Уже людей Нихера не хватает Ну ладно Нам сейчас главное Успеть сделать вот это И будет здорово тогда Будет прям Хорошо Будет, знаете Такое чувство завершенности Что мы с вами успели До зимы сделать Все, что надо Подожди Перец же он многолетний Правильно я понимаю, да Он же многолетний Он же многолетний Тоже По идее Поэтому надеюсь Что мы сейчас посадим И как раз таки Собственно К следующему году У нас все будет там хорошо Давай Давай родимая Быстренько дальше все делаем Нужно успеть до зимы Так Что у нас по людям А, ну они собственно Тут занимаются работой Понятно Да ладно Да ладно Даже плодородие максимально Слушайте Ну и отлично Ну и отлично Тогда нам даже ничего делать Не надо больше Давайте покупаем просто клубнику Все И высаживаем заново ее здесь Так И продолжаем Собственно Работать Здесь Сейчас он доделает Делать господи 21 век На дворе Камон Сейчас бы ручную Все это собирать И все делать Так Давайте Здесь сразу Людей За клубничкой Посылаем Нам еще нужно Не забывать Что придется Как бы людей Там несколько штука Запрячь В повозку Вот которая Так скажем Будет сажать Все это дело Поэтому Не забывать Так 0 градусов Но еще не зима Еще можно успеть Еще блин Можно успеть На влажность Пофиг Потом польем Сначала посадим Потом польем Нормальная тема Это работает Именно так Так Здесь у нас сейчас Качество А что с качеством А ну это из-за холода Это из-за холода Все понятно Так давай Все Ну давай быстрее Быстрее Отлично Закончили Так Высаживаем теперь перец Давайте На машинах Естественно Все идеально Идеально Все на месте Все на местах Все люди есть Давайте Сейчас заезжаешь За этим За рассадой И высаживаем Здесь потихонечку Я думаю что это как раз таки Рассады красные Ну да нам же просто посадить нужно Вот Отлично Да это новые штукенцы Которые мы с вами купили Да сажалка Сюда будут садиться люди И высаживать собственно Пока трактор едет Везет их по полю Ага Раз он сюда приехал Я понял Так так давайте побыстрее А они уже на месте Молодцы какие Смотрите Замечательно Так давайте Оп Во как высаживается Отлично Прям здорово Я надеюсь Там засчитается это Камон Засчитывайся давай Что за ерунда Засчиталось Идеально Идеально Мы с вами успели Мы с вами просто Молодцы Смотрим Что там за следующий этап Углубление знаний И расширение горизонтов По прежнему пора Углубить знания И расширить горизонты Курсы очень важны Пройдите курс Семинар Практикум По трудовому праву Курс по управлению Промышленной Фермы Курс по банковскому делу И посади На одном из полей Картофель С помощью сажалки Курсы мы по-моему Прошли с вами А вот картофель Я уже не уверен Что мы с вами успеем Посадить Ну давайте Так Да-да-да Курсы у нас закончены По-моему все Курсы закончены Вообще Или вот этот Не закончен Камон Не закончен Серьезно Черт Осталось 70 дней Подождите Он разве не многолетний Не многолетний Как типа Как типа клубника Там вот это все Нет Он же тоже много лет Типа плодоносит Камон Давай мы тебя польем На всякий пожарный Перед зимой Знаешь Чтобы там заморозило Как тело тебя воду Потом и все Было у тебя хорошо Но главное Что мы посадили Хорошо Нам нужно сделать Тогда поле картошки Получается Да Картофельное поле Я не то чтобы Прям хотел бы Знаете Прям огромное поле С картошки делать Честно говоря Вот прям серьезно Вообще не очень бы хотел Поэтому Блин Я в это местечко Приберег все таки А вот если получится Сделать здесь Вот типа Хотя бы такое Сколько там нужно Какое оно там получается 10 на 30 И можно тогда будет Тоже на машинах На нем работать Да Давайте здесь это Сделаем попробуем Я надеюсь что поместится 10 на 30 надо да 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 Отлично есть контакт Слушайте Я прям даже вот такое Большое сделаю Хочешь Не не хочу Сам не хочу Давайте 40 на 40 на 10 Вот Картофель Чем не картофельное поле Слушайте Ну-ка Да на машинах Можно огонь Огонь Давайте вперед С песней Прямо побыстрее Это сделайте Пожалуйста Прямо очень быстренько Это сделайте Может быть реально Успеем тогда Я не знаю даже Сейчас нас здесь доделают И сразу прикупим картошки Так там коровки Готовим у нас к качелу Давайте вызываем Специального мужика Так у нас Две лишних коровки Можно убрать Тут тоже можно убрать Отлично Отлично 920 Блин нахерить У нас почти миллион Представляете У нас почти гребаный Черт в миллион Так что у нас там Зерно нормально Все есть еще из чего пшеницу делать Ой в смысле муку Из чего делать Пшеницу Так давайте Затариваемся быстро Картошкой Картошка Где картошка О картошка Давайте 227 килограмм Неплохо Найс Хорошо Давай все дальше Продолжаем быстренько работать Здесь может быть успеем Я очень хочу успеть До зимы реально посадить Чтобы нормально Там полдоносило потом Ну и как бы Чтобы нам естественно Задание началось Быстрее 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 Давайте Давайте Прям там топи На гашеточку Давай Как следует Впахивай Не хочу большое поле Потому что Ну нахер Это картошка На самом деле А так чисто Просто чтобы посмотреть Окей Перец Я не уверен Что он тоже очень дорогой Перец можно помнить И было высаживать В принципе в теплицах Но клубника явно выгоднее Клубника явно выгоднее Поэтому Как бы Пофиг на этот перец На самом деле Может быть потом Уберем его Тоже не знаю Если нам только не скажут Друг собрать урожай Там или еще что-нибудь сделать Так Плодородие повысим Я на самом деле Не уверен Может быть нахер Может быть просто высадить Потом еще переделаем Сейчас главное Чтобы времени не терять Давайте Да хорошо Давайте Я согласен на такое Картошка На машинах Давай Опа А что у нас Нет машин спится Ааа Картофель сажалка Специально нужна Только глянтика Черт У нас сейчас гараж Опять закончится с вами Ну давайте Покупаем Ладно Парковка 2 Пока сюда Куда нам еще Больше некуда Больше некуда А ну да Даже задание было Купить эту картофель сажалку Ну окей Хорошо Лады Купили Купили Нам сейчас Главное дождаться Чтоб ее привезли Раньше зимы И все Будет огонь То у нас сейчас Картошка просто так С вами уйдет Никуда И будем ждать Атаковать с вами До весны До следующей О Везут Везут Давайте Давайте Быстрей 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 Отлично Молодцы Все мы готовы Давайте берем картошку На машинах Чик Оп Все Погнали Высаживаем И тут даже люди не нужны Так Там у нас клубничка подоспела Заодно Сразу конечно же Забираем ее Не забываем про то Потому что у нас там одна грядка Еще не рабочая Пока что Да Вот здесь Не рабочая Тут нужно только высадить В принципе осталось Окей Тогда сейчас люди освободятся Немножко и посадим Итак Давайте Забираем картошечку И едем сюда Сажать ее Ну мы успели До зимы Успели Найс Хорошо Опа Как она так Хоть это делает Ага Ну забавно Забавно Слушайте Забавненько весьма Так Давай Опа Есть контакт Все Мы с вами Молодцы Мы с вами сделали Практически все Кроме семинара Да Но у нас сейчас пока занят Немножечко тут обучением Другим чем-то занят И нужно будет Завершить курс По управлению Промышленной Птицеводческой фермы Это которая там Что-то нам разрешает Строить видимо Ну посмотрим Сейчас тут 4 дня Осталось буквально Подождать Дождемся Главное что мы с этим С вами завершили А еще нам тогда Нужно с вами думать Куда ставить гаражи новые Да Потому что Блин Да место поля Того дурацкого С перцем Нахера он нам нужен Не знаю Зачем нам этот перец С вами нужен Низачем он не нужен Так Может быть сюда поместится гараж Давайте прикинем Давайте прикинем Но мне кажется что нет Так Кирпичный средний гараж Не не помещается Нифига да Чуть-чуть не влезает Совсем там Капелюшечку Буквально клеточки не хватило да Жаль жаль Ну просто Блин нахер Короче эту корморезку Туда Выкидываем С вами Так она нам не пригодилась Как бы Ну да ладно Посмотрим Посмотрим опять же Что там будет дальше Будем исходить Случай из того что есть Опять же А то поторопимся С вами как всегда И потом Что нибудь там не хватит Не будет И так далее Нам такого с вами не надо Так давайте пока Тоже клубничку соберем И здесь Можно в принципе Заняться высадкой Так Стои семи шлем штук Давай Поехали Поехали Два дня у нас остается Так Коровки давайте Мал Ой-ой-ой Не то нажал Давай Опа Чик Все Готово Супер Ждем два дня Смотрим что там за курс Такой еще Курс Так Курс Для фермеров Курс для фермеров Так Для фермеров Для фермеров Так Строительство Промышленное Не свиноводческое По управлению Сельское Пла-бла-бла-бла-бла-бла По эргономичной Планировке Увеличивает скорость Установления рабочей Нормальная тема Так Курс по производству Удобным Курс Семинар Практикум Для кроликовода Для птицевода Вот не то ведь Да Это ведь не то Подождите-ка Что-то я не понимаю Курс по управлению Промышленной Птицеводческой Фермой А где-то есть такое Вообще Я что-то не видел Честно говоря Ну-ка Ну-ка дайте глянем Курс по управлению Птицеводческой Фермой Давайте смотреть Так Сейчас у нас Во-первых Семинар Закончился Курс для фермеров Так А это называется Курс по управлению Промышленным Так Борьба Эфиммаркетинг Техник Переговоров Строительства Свиноводческая Ферма Но это же не то Промышленный Крупного Рогатого Скота Ни хера денег Стоит А во Курс по управлению Промышленной Фермой Не то Овец И козы Овцы И козы Господи Боже мой То что нам надо Нет Подождите Еще должна быть Херня другая А почему Нету Подождите Свиноводческая Ферма Ферма Крупного Рогатого Скота Ферма По разведению Овец И коз А где Куриная Ферма Семинар Так Это я завершил Завершил Банковское Дело Что-то я Либо опять Сейчас глаза Короче Долблюсь Либо не вижу Просто вообще Либо все вместе Курс по экономичным Курс по управлению Производством Курсы Экономичные Удобные Помещения Для Бля-бля-бля-бля-бля Наставнический Курс 3 Семинар Практикум Для крыльководов Для птицев А, во Вот че 60 дней Ну короче Все, господа Понятно Тогда мы сейчас С вами ждем 60 дней Там нам откроется Семинар Который нам С вами нужен Тогда И уже изучим И его Хорошо, друзья мои Ну что ж У нас сезон Опять очередной Летний подходит К концу Мы с вами денег До херан С вами заработали 952 тысяч У нас сейчас на руках Прибыль продолжает К нам капать Мы скоро с вами Станем миллионерами По ходу дела Тут у нас Что-то куча Ну Как бы Бесполезные грядки Только для задания Поменяем на что-нибудь Удалим Посмотрим Вот Сейчас нам остается С вами подождать Только когда нам Курсы завершатся Да Там этот 60 дней Тот наверное тоже будет Очень долгий И не дешевый Я думаю Ну да ладно Как бы это без разницы Деньги то уже не проблема Как бы такое себе Поэтому вот Будем смотреть Что там дальше будет Ну а пока С вами закончим серию Всем большое спасибо За просмотр Не забывайте Остретить свои комментарии Нажимать на колокольчики Ну а мы с вами Увидимся в следующей серии Всем до скорого И пока-пока